Давайте немножко с вами побеседуем сегодня про Python. Python про то, что мы пишем один раз, а читаем сто раз. Плюс огромнейшее просто, это отсутствие фигурных скобок. Изначально учится очень просто, очень быстро. Ну, я прям реально это помню, то есть этот рынок, когда спецов не хватало. Сел на коленочки, быстро накидал скриптик, он что-то там, файлики перекладывает, что-то куда-то отсылает. Это очень быстрый старт и очень много возможностей, сразу в коробке. Просто лайфкодинг, то есть ты садишься, решаешь задачу, все, он на тебя смотрит. Python это круто, типа, вот входите все, он везде нужен, он везде полезен. Он за тобой сам все почистит, то есть он такой, как бабушка за тобой ходит, все убирает. Сам по себе жанр такой, пока что большой кит. Спрос на него также будет дальше сохраняться, как сейчас, либо он будет даже еще больше. Первый раз у них так мир ломается на циклах. Я думаю, ну и зачем мы тогда мучились? Не дай бог, там оперативы сломаются, все сломается, вообще все. Привет, ты на канале Teach Me Skills, и я ведущий рубрики Натив. Илья Рублевский. Друзья, долгое время мы не касались этой темы, настало время расставить все точки над «и», поэтому сегодня мы будем говорить по-простому, что же за язык программирования Python и чем он хорош. Во всем мне помогут разобраться наши наставники, это Ольга Ерохина, Александр Чайка и Денис Листопад. И прежде чем мы начнем, я хотел бы сказать, что в Teach Me Skills мы выступаем за эффективное IT-образование, считаем, что только лайф-опучение с ментором помогает получить его, никаких курсов записи, поэтому для тех, кто смотрит этот ролик, по промокоду python23 вы получаете скидку 20% на обучение на курсе Python-разработчик до 31.08.23 при первичном обращении. Мы работаем с русскоязычными ребятами из 30 плюс стран, граница нам не помеха, поэтому ссылка на курс будет в описании, знакомьтесь с содержанием, переходите, а также подписка на наш канал, лайки, ваши комментарии, все приветствуется, погнали! Ну что, ребят, я рад вас приветствовать, сегодня у нас вот это вот замечательное трио, со мной это будет квартет, поэтому давайте немножко с вами побеседуем сегодня про Python. Прежде чем мы это начнем, у нас есть точно два гостя на канале, один из которых у нас уже представлен чуть-чуть, вот этот и Денис. Денис, Оль, тебя мы еще не звали, поэтому, ребят, вкратце немножко информации по вам. Денис, я начну с тебя, расскажи, сколько тебе лет, как ты вообще заходил в IT-шку и насколько тебе сложно было это сделать? Ну, наверное, первое время, когда я сталкивался, наверное, вообще с каким-то опытом в IT, это, наверное, был университет, да, первое лабораторное, мне кажется, все писали лабораторное на разных языках программирования. А ты куда поступал, дай немножко такой вводный? Ну, я поступал сначала на физфак, потом переводился на радиофизику в БГУ, вот, поэтому более такой, наверное, технический. Мы с тобой коллеги по узу. Тоже физфак? Нет, ну, я просто БГУшник, но на другом факультете учился, я на самом деле учился. Ну, мне кажется, много БГУшников. Да. Нет никого БГУшников. Больше никого, видишь. Вот, мы одни. Ну, и вот, соответственно, первое вообще знакомство с IT, наверное, это лабораторные работы, да, по C++. Вот, ну, а потом само общее вхождение, наверное, в IT, мир, было года четыре назад, да, когда я верстал первые сайты, ну, и пошел на стажировку, наверное, в System Technologies. Вот, первое время, опять же, занимался просто версткой, самой обычной, да, ну, а потом уже переобучился и стал изучать Python, переквалифицировался и вошел в команду как в Python разработчик на БКН. То есть на текущий момент у тебя там условно четыре с копейками опыта уже в Python разработке, правильно? Ну, конкретно в Python более трех лет. Оль, тебе тут же вопрос, неприлично, сколько лет, где ты училась, как ты, собственно, попала в IT-шку? Мне 23, получается, раз сейчас 23-й год, я заканчивала БГУИР, факультет компьютерных систем и сетей, программное обеспечение информационных технологий, вроде все перечислила. В целом я вообще из России, из Сибири, из маленького города, я сюда приехала поступать, вообще сначала БГУ подала документы на физмат, потом переподала БГУИР, все-таки об этом не пожалела, все было хорошо, я его закончила, и с Python, если по-серьезному, то столкнулась на первых курсах университета, ну, на первом курсе нам дали выбор в конце моего первого курса, или в начале второго, не помню точно, на каком языке программирование делают лабораторные, меня за большую часть первого курса немножко подзадолбал Дельфий, поэтому я решила лучше попроще попробовать, пошла в Python. А если не серьезно, то это, наверное, класс 10, я участвовала в кемпе по программированию, это было в Подмосковье, и, ну, там была две недели обучения, мы просто занимались с ментором, делали какие-то свои типа пед-проекты, у меня был бот, который подставлял лица Навального по эмоциям на фотографию, то есть радостное лицо, радостный Навальный, грустная, грустная, ну и так, в принципе, да. Вот, а опыт коммерческой разработки, у меня сейчас около четырех лет, а с второго курса работаю. Ну, в принципе, все проекты на питоне были, начала с продуктовиков, потом какое-то время поработала в аутсорсе, сейчас снова в продуктовиках. Ну, теперь, ребят, будет следующий вопрос к вам ко всем, раз уж вы работаете с Python, возможно, этот вопрос будет повторять предыдущий, но я не могу вам его не задать, как вообще так произошло, как вы с ним познакомились? То есть вот Оля мне плюс-минус рассказала, если будут какие-то подробности, Саша, я к тебе обращусь, расскажи свою историю знакомства с Python. Сначала я попал в PHP, то есть некоторое время там пофрилансил, потом приехал сюда в Минск, устроился в компанию, пару-тройку лет поработал именно PHP-программистом, потом мне говорят, ну, есть поинтереснее вещи, давай в Python, ну и, собственно, так произошел мой переход. То есть PHP где-то как Legacy проекты меня еще преследовал некоторое время, но в целом, то есть где-то переход был так, то есть с PHP был один очень долго играющий проект, который меня преследовал очень долго, они долго переезжали с PHP-фреймворка, там, Magento, по-моему, назывался, на Django, и, соответственно, я вот занимался всем вот этим переездом, ну, наверное, в течение шести лет. Ой-ой-ой. В несколько подходов. Я думал, ты скажешь шесть месяцев. Нет. Но это, конечно, жестко. От Magento сложно отказаться, большой комбайн, поэтому вот как-то так. Денис, после верстки сразу было знакомство с Python, насколько я понимаю, и ты в нем вот остался, задержался. Да, ну, у меня получилось такой резкий, наверное, переход. Не было такого, как у Александра, там, три года я поработал именно на PHP, нет, такого не было. То есть в целом я сразу перешел, да, у меня, опять же, в то время я познакомился со многими языками, да, опять же, все это с университета, наверное, больше, это и плюсы были, это был и Java, да, но как-то в большей степени, наверное, привлек Pyth. Помнишь ли вообще, чем зацепил? То есть, ну, вот, ну, бывает же вот какая-то такая химия, то есть ты на что-то смотришь и понимаешь, что прикольно. Наверное, зацепил простым синтексом, в первую очередь. То есть язык изначально учится очень просто, очень быстро, особенно после таких монстров, как плюсы или Java, то есть учится очень быстро. То есть на самом деле буквально за то время, за месяц-два я, наверное, полностью выучил синтексис и уже, в принципе, мог писать довольно-таки сложный код. Оль, чтобы дополнить тоже твой рассказ, ты со второго курса начала работать, ты говорила, что ты участвовала в Кэмпе, когда еще была в 10 классе. Были ли у тебя какие-то альтернативы по языкам программирования? Может быть, ты что-то еще осваивала, изучала? Ну, после уже того, как я Python начала заниматься, мне на третьем курсе достаточно зашел Swift. У нас был хороший преподаватель по мобильной разработке, мне просто нравится лабораторный. Но, во-первых, я уже работала с Python, надо было переходить, это было не очень удобно. А, во-вторых, все-таки я со временем пришла для себя к выводу о том, что вот мобильная разработка и веб, которая фронтовая, она больше на то, чтобы потрогать, потыкать, вот кнопочки, всякие виджеты поперемещать. Это все-таки как-то не мое, я люблю какие-то формулки пописать иногда. Мне интересно, как там данные, куда гоняются, и мне больше просто с этим понравилось работать. Окей, с этим вопросом по знакомству с языком закончили. Саш, мы тут экспериментировали, проверяли звук, говорили, что Python — это древний язык. Собственно, я не могу тебе не задать вопрос по истории. Кем, когда, зачем? Что вот вообще ты можешь про это сказать? Да, ребят, вы кто что знает какую-то информацию, дополняете друг друга, чтобы вот это вот как-то все у нас обрастало массивом данных, условно. Я больше со своей колокольни расскажу, как я это вижу. То есть не то, что в Википедии написано. Вот, вот. Придумывали язык, в принципе, как я понимаю, как замену именно баш-скриптам вообще и как таковым. То есть потому что те, кто видел баш, понимают все-таки немножко кривенько, скобочки. То есть что-то там от Delphi, что-то там от плюсов. И надо был язык системный, который позволит сделать то же самое. И изначально он задумывался именно таким образом, чтобы на уровне операционной системы писать какие-то скриптовые задачи простые, то есть которые не требовали какого-то супер быстрого исполнения, а именно такого красивого быстрого написания. То есть сел на коленочки, быстро накидал скриптик, он что-то там в файлике перекладывает, что-то куда-то отсылает, все. То есть изначально он задумывался как таковая замена и как основной язык для операционной системы амеба, по-моему. Я уже не помню. Е-мое. У нас же такая была. Да, это, по-моему, 89-87 год. Где-то там вот на заре это все начиналось. Вышла первая версия, наверное, там в 91-м. Я опять же так примерно... Мы подправим чуть-чуть, да, это не проблема. Но знаковая версия, вот как по мне, такая самая знаковая, наверное, 2.7, когда вышла. На ней очень много построено и до сих пор очень много работает. Так это же какой год? Мы уже перепрыгнули через десятилетие, мне кажется. Да, сразу так прыгнули вперед. Не, ну понятно, что было развитие, были разные версии, но именно знаковая такая. Понятно, там 1.1, наверное, знаковая версия. Я питон увидел где-то там с версии 1.9, наверное. Я еще такое видел, но очень мало трогал. А вот уже 2.2-2.7, это вот основная работа была. И вот 2.2 сыроватый, 2.7 классный. И то же самое как бы с третьим происходило. Третий на старте до 3.6 вообще не рассматривал как язык. И многие те, кто писали на втором. А уже 3.6 и дальше пошло как бы веселуха, 3.8 стал. Стандартом как бы там для 20-ю бунта, и на этом очень многое как бы строилось. А текущая версия какая у него? Сейчас 3.11, наверное, 3.11. 7, 8, 9 где-то там. Ну то есть на четверку пока не метят еще? Пока нет, в стабильную версию. Они, видимо, не могут договориться, что вообще зайдет в четверку полноценно. Какие фичи, на что они упор будут делать. Поэтому пока ждем. Они могут договориться с кем-то или между собой? Между собой. Раньше там Гвидо Ван Росум, создатель, он стоял как бы у истоков. И он долгое время был таким авторитарным правителем. Он говорил, что войдет, что не войдет. В какой-то момент, по-моему, при переходе на третью версию, его как-то так или попросили, или выдавили как бы из этого сообщества. И, получается, сообщество начало принимать решения. И когда один человек принимал решения, все было относительно быстро. А сейчас начинаются вот приколы. Когда у вас вроде демократия, но договориться все не могут. Поэтому с одной стороны чуть быстрее пошло. То есть какие-то более современные фичи попадают туда быстрее. То есть туда попадает то, что надо комьюнити. Там в первую очередь очень сильно про оптимизацию в 3.11 как бы было. То есть между 3.10 и 3.11 там прирост по скорости хороший. А вот четвертая, ну, наверное, пока 3.12, 3.13 там будут туда эти циферки. Четвертая, не знаю пока. Когда даже планировать не представляю. Ну, может, она нам пока и не нужна, на самом деле. Пока не надо. Пока третья классная. Пока с ней поживем. Возможно, четвертая придет, когда будет многопоточность полноценная. Так она есть. Просто ей надо уметь пользоваться. А там есть свои сложности, насколько я понимаю, с многопоточностью? Да неважно, какой язык. В любом языке с многопоточностью сложности надо научиться думать правильно. Думать правильно про то, как ты оперируешь данными. И будут те же самые проблемы, как и в C++, так и в Python, так и в Java. Все равно придется, даже если мы GIL сейчас отключим, все равно придется думать про mutex, флаги, семафоры и все остальное. Без этого никуда. Поэтому, ну, решить эту проблему, как я понимаю, не то, что невозможно. Нету одного красивого, элегантного решения для любого языка. Сейчас у меня будет вопрос ко всем. Он будет касаться трендовости, хайповости языка. Но вот сказать честно, на моем веку я это заметил где-то в году 20-м, что вот про Python прям начали говорить все и сразу. До этого он тоже был на слуху, потому что вот даже в нашей школе сам язык появился, мне кажется, в году 17-м, если я не ошибаюсь. То есть вот мы первую версию самого курса тогда запускали. Ребят, когда вы, находясь вот в разработке, заметили, что Python прям стал слышаться из каждого утюга. Все стали вокруг говорить, особенно там курсы, школы о том, что Python это круто. Типа вот входите все, он везде нужен, он везде полезен, без него вы никуда не сможете зайти. То есть вот ваше мнение, ваше впечатление. И с чем это, кстати, может быть связано, ваше предположение? Первый вот такой бум пошел, когда наконец-то к нам пришли дешевые дискретные видеокарты, пошло машинное обучение, и один из первых таких хайповых фреймворков был TensorFlow, собственно, написан на Python, и на этом все запускалось. Да, это не ложилось как бы на веб, но как вот первое такое ощущение внутреннее, именно толчок вот этот вот дали вот эти дискретные видеокарты, куда, ядра, которые там заложены, которые позволяли колбасить вот эти вот нейронки, большие объемы данных, вот это вот все. И вот это вот, по-моему, дало такой толчок. Ну, это вот то, что я прям явно помню, как вот такая вспышка просто произошла, и пошло вот. А по годам это какой год примерно? 15-16 был? Или раньше? Ну, где-то там. Может, чуть-чуть попозже, 17-18, можно посмотреть, где TensorFlow был. Ну, то есть, именно вот хайп с нейронками, и это, наверное, потащило одеяло вообще на Python в целом. А те, кто заходили, понимали, нейронки классно, но сложно. Ну, это реально сложно, это математика, это надо соответствующее образование, понимание. И, соответственно, раз уже залез в Python, ну, почему бы дальше не пойти в веб-разработку? Согласен. Ну, наверное, у многих, может, так было. Ну, и второе – это синтаксис, но я не знаю, как вот он так хайпанул. Ну, ну, как-то получилось. Ребят, Оля, как у тебя это было вообще было? Ну, у меня теперь, наверное, картина просто складывается, потому что годов 15-го я, в принципе, ни про какую разработку не слышала. В моем родном городе таких понятий не было. У нас были понятия шахты и шахтеры, больше ничего. Вот. Дальше что? В кемпе, ну, в принципе, был только Python. Было направление с анализом данных, это про нейронки. И для вот новичков, для начинающих было просто как примитивная такая разработка на Python, ну, то, что буквально мы сейчас на курсах и даем, в общем-то, если с первых занятий рассматривать. А дальше, получается, в университете уже больше начинало об этом стоишь. Ну, и, получается, просто я в этот бум попала, который с 15-го года начался. Это вокруг меня очень сильно было. Скорее всего, на меня это тоже повлияло, потому что вот я свое первое направление рабочее выбрала именно связанное с Python больше, потому что родственники, какие-то знакомые, кто уже как-то связан с IT, они больше говорили про Python, потому что скорость разработки именно выше. То есть ты тратишь меньше времени на то, чтобы написать какой-то более-менее рабочий кусок кода. В общем-то, так. Ну, я прям реально это помню. То есть вот этот рынок, когда спецов не хватало. Все компании искали Python, и, в принципе, тогда вот даже новичкам предлагали очень неплохие условия при вхождении в профессию. Ну, даже сейчас предлагают. Может, меньше новичкам, но в целом на рынке очень даже много. То есть питончиков до сих пор не хватает, насколько я понимаю. То есть хороших спецов реально сейчас до сих пор и есть дефицит. Да. Но сейчас постоянно большая компания, такие как Яндекс, ну, насколько знаю, Тинькофф, да, они постоянно ищут специалистов. То есть постоянно проводят какие-то, не знаю, не мастер-классы, наверное, больше как… Ты имеешь в виду какие-то встречные сессии с ведущими разработчиками, чтобы понять там уровень мастерства и потом продолжить работу? Ну, наверное, так, да. Ну, какие-то, опять же, курсы, какие-то, может, вебинары, но много. Хакатонов достаточно много и было, и сейчас продолжается. Но вот из моего опыта общения с Яндексом, они считают, что очень много пошло новичков, которые пытаются вкатиться в Пайтон без каких-то глубоких знаний. И собеседования таких компаний, как Яндекс и Тинькофф, они больше нацелены на то, чтобы просто отсеять людей, которые мало умеют в алгоритмы. Они по алгоритмизации гоняют. Да, одно собеседование у Яндекса может занимать там практически час-полтора, и это не общение, это просто лайф-кодинг. То есть ты садишься, решаешь задачу, все, на тебя смотрят. Саша, ты правильно? У меня с Яндексом было три собеседования. Смотря куда и зачем-то людей. Какие задачи, да. То есть если ты в Big Data тянешь людей, там, ну, да, алгоритмы имеют смысл. А когда ты веб-разработку тянешь, ну, алгоритмы, скажем так, чаще проблемы возникают на уровне баз данных, там, на уровне вообще в целом понимания, как это все работает. Ну, и знать там 15 вариантов сортировки и уметь ее написать из головы. Ну, не знаю, я не напишу, ну, два, может, сейчас напишу пузырьком и пузырьком обратно. Потому что ты как бы в работе не используешь, нафига, как говорится. Нет, ну, нету смысла. Есть интернет, есть Google, за 30 секунд находится решение. Если Copilot стоит, он тебе сам подкинет все это. Ну, то есть, как бы такие вещи. Но вопрос, да, просто куда. Если ты идешь явно в работу с данными, либо в какие-то DSP-системы, это Digital Signal Processing какой-нибудь, то есть, Автопилоты там и так далее. Там понятно, что у тебя должно быть профильное образование, и ты должен понимать, что такое быстрое преобразование Фурье, там, зачем оно используется. Ну, чтобы тебе, когда задают вопрос, ты не пугался хотя бы, хотя бы. Ну, то есть, если ты уже примерно представляешь, о чем ты говоришь, уже хорошо. Потому что, ну, опять же, написать быстрое преобразование Фурье, я не вижу смысла, я не напишу его сам. Как бы я просто за 15 секунд подниму библиотечку, воткну ее, и она мне все сделает. Просто я должен понимать, зачем. Чаще всего надо понимать, зачем, а как сейчас, в 22-м году? В 23-м. В 23-м. Особенно с Купайлотом совсем. Я даже иногда хочу, чтобы был 22-й год, на самом деле. Да. Все мы были свежее, моложе, счастливее. Сейчас еще чат GPT, как бы, по этому новому, не знаю. То есть, оно хорошо, когда ты понимаешь базу и основу, но прям все знать. Ну, это математическое образование, тогда это не Python, это R какой-нибудь. И там вот сиди, пиши, как бы, новые алгоритмы. Денис, ты говорил у тебя по кейсу про Яндекс, собеседование. Да, ну, у них, мне кажется, один подход для всех. Не знаю, у них, ну, сколько я с Яндексом общался, у меня было как-то 4 собеседования. И из них 3 технических. И 3 собеседования, это было лайфкодинг, писание обычных аллитмических задач. Вот, очень сильно утомляет. Конечно, писать задачки. Ну, и в целом, опять же, я не вижу смысла зачем, на самом деле. Ну, особенно в веб-разработке. Ну, собственно, тебе следующий вопрос. Что же за язык программирования Python? Вот как его можно написать? Ну, если, не знаю, простыми словами, это высокоуровневый язык общего назначения с динамической типизацией. Наверное. То есть, это вот краткое определение? Ну, наверное, так. Давай мы дадим расшифровку. Высокоуровневый язык общего назначения с динамической типизацией. Да, высокоуровневый, это про то, что синтаксис Python, он такой, больше human-friendly, чем всякие C, Java и все, что там было до этого сказано. Код читается достаточно легко, он близок к примитивному такому английскому языку. И, возможно, просто англоязычные люди смотрят на это, как мы смотрим на 1С, распечатай значение, отправь туда, выведи сюда и все прочее. А общего назначения это, ну, насколько я понимаю, просто про применимость в разных сферах, что можно писать что-то для операционных систем, можно что-то для веба, можно для нейронок, можно для скрапинга сайтов, можно еще чего угодно, можно даже иды. А что такое скрапинг сайтов? Когда вытягиваем данные из какого-нибудь сайта. Спасибо. Игры тоже можно, вот у меня девочка сдавала диплом на Pygame, сделала Марио с такими сноворотами своими, очень классно выглядела. Особенно с учетом того, что недавно выходил фильм Марио. Да, вот я как-то очень вдохновила. Да, да, да. Что там еще было? С динамической типизацией. Да, тут, наверное, стоит сказать, что многие путают динамическую типизацию со слабой типизацией, которая больше применима к JavaScript. Это динамическая, она больше, наверное, о том, что мы можем на ходу менять значение, которое входит в переменную. И, допустим, перемена у нас была сначала интовая, мы туда запихали строковое значение, и все работает хорошо, ничего не изменилось. А слабая типизация, которая JavaScript, это больше про то, что мы строку складываем с числом, получаем 5 АБЦ, условно, все сливается в одно. Саша, будешь что добавить? Из простого, я помню очень хорошее выражение такое, Python про то, что мы пишем один раз, а читаем сто раз. Поэтому он human-friendly именно в этом плане, чтобы каждый разработчик, придя через 3-4 года, мог хотя бы примерно догадаться, что тут происходит. Потому что если взять тот же C++, я думаю, через 3 года ты уже в принципе не вспомнишь, что там внутри было. Python тебе хотя бы даст именно за счет вот этого человека, как это, подобного нормального языка, понять, что происходило. То есть это, наверное, в первую очередь. Ну, если говорить про динамическую типизацию, я бы сказал здесь больше в ту сторону, что Python управляет памятью за нас. То есть если там C++ брать, то там надо самому думать, где мы сколько выделили, сколько там вычистили, там утечки памяти есть. Да, в Python тоже есть утечки памяти, но они не такие как бы страшные, как ты можешь сделать это сам руками. То есть в этом плане как бы Python ошибается реже, нежели там программист на C++. Ну, возможно. То есть я не видел статистику, но знаю, что вот Python, он позволяет тебе не думать об этом. Он за тобой сам все почистит, то есть он такой, как бабушка за тобой ходит, все убирает, все вычистяет. И ты просто делаешь то, что ты должен делать. Писать какую-то логику. Ты не думаешь, как там, что там с памятью делать. Ты пишешь ее, в принципе, нормальным языком, ну, как-то вот в целом так. Все поддерживается. Давайте поговорим про сферы применения. Если вот любому, я не знаю, техническому специалисту, разработчику, инженеру дать вопрос, что можно сделать с Python, он скажет, это все. Ну, вот согласитесь, вот вы как люди, которые в профессии, для вас слово все, вот это вот прям имеет достаточно конкретное значение. Для меня это абстрактно. Что реально можно написать на Python? Ну, вот Оля начала говорить. То есть там вот игры можно написать на Python, там частный случай. Веб-приложения можно написать на Python. Накидывайте по очереди варианты, что можно написать, чтобы просто понимать. Ну, нейронки очень популярны в последнее время. Обработка больших данных, что там еще. То есть я когда говорю студентам, что нельзя написать, то есть обычно нельзя на Python написать какие-то real-time, как бы шутеры, которые требуют максимально быстрый вот отклик от сервера. И, наверное, я не знаю, прошивку для какого-нибудь спутника. Потому что тоже такая очень специфичная тема, там есть свои приколы по железу, по тому, как это живет в космосе. На плюсах там все пишется или вообще на Си? Чаще всего, да. Чистый Си, без плюсов, как бы архитектура процессоров очень древняя. То есть они там, скажем так, в силу того, что там радиация, старые процессора, большие используются, именно большие в плане как-то нанометров. То есть если у нас там 5, 7, 10, то там 40, 50, 70. Чтобы, ну, радиация это все не разбивала. Вот в этих местах, да, Python как бы можно со скрипом было бы что-то написать, но работало бы плохо. Если спутник упадет, ну, это много денег. Если сервер упал, ты кнопочку нажал, он перезагрузился, и все. То есть, в принципе, на Python вот только real-time shooter они пишутся и какие-то вот такие крайне специфичные вещи. Что еще можно добавить? Что на нее может написаться? Веб-разработка все, опять же, тоже скраппинг и анализ данных, которые сразу же из этого вытекают. Но по нейронкам, с другой стороны, я вижу большую тенденцию в последнее время, что наши такие около СНГшные проекты с нейронками – это про Python, а Штаты проекты с нейронками – это R. Любят все-таки R там использовать. Скажем так, R и Python, они друг другу не соперники от слова совсем. Не мешают, то есть дополняют скорее? Да, скорее дополняют. Python чаще всего используется как обвязка для R. R – это чистым, это замена, как это, матлаба? Что-то таково. Р – Матлаба, да. Р – Да, то есть это инструмент для математиков, а не для программистов чаще всего. Поэтому сложно говорить, что они конкурируют. Возможно, там математиков чуть побольше или побольше уехало туда, поэтому сложно говорить. Но, скорее всего, именно с этим связано. Р – Ну, действительно, общее назначение, на самом деле, закрывает полностью, который тебе надо. Р – Ну, наверное, мобильная разработка – это не пропайкинг. Р – Ну, опять же, но есть. Р – Если очень захотеть. Р – Да, если очень захотеть, то можно. Р – То есть есть. Р – Можно Django прикрутить и будет работать как на мобильном приложении практически. Р – Тоже у меня друзья делали. Р – Ну, как-то проект был такой. Р – Насколько жизнеспособно? Р – Ну, так себе. Р – Словенка. Р – На простенькие какие-то небольшие действия отвечает нормально. Р – Там по факту как бы WebView, в котором крутится твое приложение. Р – То есть все. Р – Ну, это не нативное как бы Android, iOS, поэтому так себе решили. Р – Все равно придется вкручивать какой-нибудь React и плакать кровавыми слезами, чтобы какой-то красивый фронтенд напилить. Р – У нас есть великое множество других языков программирования. Р – Есть наиболее популярные такие, как там JS, Java, Sharp, Swift, Kotlin. Р – Можно еще парочку назвать. Р – Какие реально у Python преимущества перед ними? Р – Из определения понятно, чем он хорош, то есть вот вы рассказали. Р – Но все же, если какую-то параллель привести, кто вот знаком с другими языками программирования, то вот может реально вот сказать, чем он лучше вот тех либо иных языков программирования. Р – Кто готов начать? Р – Ну, давайте я начну, может быть. Р – Давай. Р – Наверное, частично мы ответ на этот вопрос даже уже, может, ответили, да, на этот вопрос. Р – На самом деле, важно инструмент и понимать, для чего вот этот инструмент используешь. Р – Мы, допустим, не можем полностью заменить фронт-энд, да, который в основном сейчас написан JS и Python. Р – То есть, опять же, мы не можем, опять же, как рассказывал нам Александр, написать какой-то шутер с помощью Python, да, который требует большой производительности. Р – То есть, каждый инструмент используется в своей сфере деятельности, и Python, в принципе, чем выигрывает? Р – Тем, что он очень хорош именно в своей области, да, то есть, если мы будем сравнивать язык программирования, который идет рядом с Python, да, Р – Который, в принципе, может использоваться в том же вебе, даже, в принципе, плюсы, мы тоже можем использовать в вебе, то Python будет, опять же, он будет проще, он будет дешевле в плане разработки, и он будет быстрее в плане разработки. Р – То есть, здесь понятно принимается, Саша? Р – Ну, я немножко разовью, наверное, эту мысль, то есть, Python, да, в первую очередь, это про скорость разработки, и, наверное, это одна из причин, почему большинство стартапов именно берут Python на старте, потому что максимально быстрое движение вперед. Р – Кто-то, извини, вклюнусь, кто-то то же самое скажет про Ruby, скажет, что, типа, Ruby – это язык стартапов, был, наверное, лет 9 назад. Р – Да, был, что-то случилось, я вот, честно, не в курсе, что там пошло не так с Ruby, но он очень резко упал куда-то туда вниз, как бы, а Python очень резко пошел вверх, возможно, как бы, именно Python и повлиял на смерть Ruby, как бы, тут я не берусь судить. Р – Честно говоря, что Go – тоже язык стартапов. Р – Go, да, но Go – он молодой язык, во-первых, во-вторых, как бы, ну, я не думаю, что есть столько вот прямо на работах, как на Django, потому что там, опять же, комьюнити, опять же, куча документаций, готовых решений. Я думаю, если взять, подкрутить тот же копайл от чат GPT, он будет куда веселее, интереснее и, главное, правильнее отвечать на Python, но это не точно. Вот, и Python, ну, он в первую очередь про скорость разработки, то есть он не такой бюрократичный, например, как тот же Java, если говорить об этом. То есть, и, наверное, это основная причина, почему Java теряет популярность, а Python набирает, потому что ты не завязан в рамке каких-то шаблонов проектирования. Вот в Java у тебя вот есть коридорчик, и ты по нему идешь, а в Python, ну, немножко влево, немножко вправо, никто тебе по рукам бить не будет. Удобно. Да, это удобно, но с другой стороны, если посмотреть в тот же PHP, скажем так, не вот тут доминирующего фреймворка в PHP, и, наверное, это тоже, как бы, влияет очень сильно. Я сейчас расскажу. Доминирующий фреймворк, как бы, как по моему мнению, он всегда очень сильно двигает технологию вперед. Если брать Java, там, это тот же, что там, Spring Core, Hibernate, и вот это вот все. Если брать C Sharp, это .NET, и вот в Python есть Django. Да, есть много мелких фреймворков, на которых вы тоже можете разрабатывать, но именно Django двигает и Python тоже за собой. Плюс в какой-то момент TensorFlow, как бы, появился, он двигает Python за собой, там, в части именно нейронок, вот этого всего. PHP это Laravel, наверное, на текущий момент. На текущий момент, но до этого был Zen, где-то там UI2, что-то такое было. То есть, и там вот это вот, нету постоянства некоторого, возможно, оно и влияет по-своему, как бы, на PHP, что каждый тянет на себя одеяло, каждый говорит, что я самый классный, самый быстрый, крупный. Но я вот по моим внутренним ощущениям, когда я переходил Zen фреймворка на PHP, на Django, они делают то же самое, только Django это в разы быстрее, именно даже по скорости работы по времени. То есть, просто Python быстрее, Django быстрее, все просто быстрее. Я думаю, ну и зачем мы тогда мучились, как бы, с Zendome, когда можно делать было то же самое. То есть, ну, может, что-то со временем поменялось, я давно как бы не смотрел в PHP, но у меня вот такое ощущение осталось, что PHP это такой легкий разброд и шатание, как бы, а если говорить в другую сторону, Java это там такая бюрократия, а Python, вот он где-то посерединке. Он тебе, с одной стороны, дает какую-то вот свободу действия местами, но с другой стороны, да, все-таки есть мейнстримный фреймворк Django, который говорит, что ну давайте вот так пробовать. Да, мелкие фреймворки не копируют его, потому что считают, что слишком сложно, но это вообще отдельная тема для отдельного видео, когда-нибудь может быть. Я понял. Но в целом как-то так. Оль. Что, да все сказали уже, наверное. Простота синтаксиса, наверное, ну вот отсутствие жестких рамок, как по мне, так это очень большой плюс, потому что с моего опыта, опять же, с теми же языками программирования, сначала ты должен обязательно объявить все переменные в начале кода, потом ты должен как-то с ним поработать, потом в конце ты должен обязательно не забыть очистить память, потому что не дай бог там оперативы сломаются, все сломается, вообще все, ничего больше работать не будет. Поэтому, да, поэтому это очень хорошо про отсутствие жестких рамок программирования и, как мне кажется, он больше отражает просто наш образ мысли, когда мы начинаем делать какую-то задачу, мы не продумываем прям пошагово изначально все наши исходные данные, прям пошагово детально все, как мы будем работать с этими данными. Ну, у нас там по ходу разработки что-то появляется, мы с этим что-то делаем дальше хорошо. И, опять же, как по мне, очень большой плюс, огромнейший просто, это отсутствие фигурных скобок и точек запятую. Они меня так пугали всегда, это было ужасно. Ты знакома со свифтом? Чуть-чуть. Вот твои впечатления, что лучше? Я понимаю, что ты не работаешь, как свифт-разработчик, я прекрасно себе отдаю отчет, но все же, типа, есть вот такое понятие, что ты уже знакома с одним языком, ты знакомишься со вторым. Объективно, Python лучше, то есть тебе свифт не понравился? Понравился, я не могу сказать, что что-то лучше, потому что у них, ну, просто свифт это больше именно про мобилки, про разработку для macOS, и тоже уже, как немножко обсуждали, это больше та разработка, где нужно что-то потрогать, повертеть, покрутить, а вот Python, он больше про манипуляции с какими-то данными, и просто разный подход, вообще разный взгляд на жизнь, потому что я вот общаюсь со свифт-разработчиками, и они как-то вот чуть-чуть иначе на эту жизнь смотрят, мне кажется. Сквозь призму X-кода, который они дико любят и лелеют. Тебе тогда такой вопрос, динамическая типизация-то хорошо или плохо? И хорошо, и плохо, наверное, сразу. Как с этим жить? Привыкать. Привыкать к нюансам, уметь с ними работать, других вариантов я не знаю. Хорошо, вот для новичка это больше хорошо? То есть, ну, вот человек, который приходит даже на курсы, вот, изучать язык? По моим группам им достаточно легко заходит, именно в плане динамической типизации, но иногда возникают некоторые проблемы, когда они просто не понимают, какое значение сейчас на данный момент в переменной, но на эти случаи есть дебаггер, пожалуйста, можно пошагово пройтись, посмотреть, что происходит в коде. Так что каким-то прям минусом это считать, наверное, нет. Единственное, что динамическая типизация, ну, по моему мнению, чуть-чуть все-таки срезает нам скорость работы, но, опять же, в сравнении, смотря с чем сравнивать. Саша, срезает скорость? Хорошо это или плохо, когда ты уже в профессии? В большинстве задач не принципиально. Вообще? Ну, не то чтобы вообще, но в целом, по моему опыту скажу, что проблемы с производительностью чаще не в том, что Python медленный, а в том, что написано криво и неправильно. И у тебя валится там в ту же базу данных миллион запросов, которые можно одним запросом сделать, и все. То есть, и это была проблема в PHP, это, ну, отчасти проблема Python, возможно, в Java она решена вот этой вот бюрократизацией, что ты не можешь, в принципе, неправильно написать, но чтобы так научиться, это надо потратить там много-много лет, чтобы перейти к этому. Да, где-то, если брать именно задачи какого-то супербыстрого ответа сервера, он, конечно, не подходит. Это вот то, что я говорил, онлайн-шутеры, потому что там на лету моментально надо считать. Но, опять же, не вижу проблемы написать кусочек на плюсах и вкрутить его в Python. Есть специальный интерфейс для работы с C-библиотеками, ну, и все. Работай живи. Да, то же самое, как в обработке больших данных, все говорят, Python медленный. Так, фишка-то Python, что он, когда обрабатывает большие данные, вы используете там тот же библиотеки, NumPy, SciPy, а они под капотом на плюсах на Фортране написаны, и там та же самая скорость. Какие вопросы тогда, да? Причем многие библиотеки написаны там в годах 70-х, 80-х, и они со временем только портировались там с 32-х бит на 64, потом на 128 поедут. Но многие алгоритмы вот эти, статистические, скажем так, они уже написаны. Ну, и зачем их писать на Python, если уже на плюсах все написано? Мы просто как плагин подкрутили, запустили, все, там нам гил вот этот вот страшный пайтоновский не мешает, все, оно со свистом работает плюс-минус с той же скоростью, что и работало бы на плюсах. Денис, тебе сложно вообще осознавать то, что Python динамическая типизация? Как тебе с ним живется? Да, отлично живется. Ну вот, на самом деле, опять же, может быть, если смотреть как бы вглубь как бы начала обучения или изучения языка, да, то я бы сказал, что на самом деле динамическая типизация именно в истоках обучения, это на самом деле очень такой неднозначный вопрос, потому что очень сложно порой действительно интерпретировать, какие переменные, точнее, какие значения в переменных лежат. Да, и опять же, от этого очень много ошибок порой возникает. Но опять же, с временем привыкаешь, да, и даже не замечаешь в плане работы с переменами, как, что есть динамическая типизация, что ее нет, да, причем даже есть возможность сделать строгую типизацию, да, и можно это в питоне сделать, но опять же, это все на самом деле такое слово. Тебе будет вопрос, что такое PEP для Python-разработчика? PEP, ну, тут опять же такой глобальный вопрос, наверное, который очень многие ребята когда-нибудь встретят на собеседованиях, да, обычно вопрос такой, что все знают, что такое PEP-8, да, это когда вот есть у нас определенная стилистика кода, да, и есть, соответственно, какие-то правила написания, да. На самом деле PEP это про то, как вообще писать код в принципе, да, то есть PEP это не только PEP-8, это и PEP-1, и PEP-200, и PEP-300, да, то есть на самом деле там очень много правил, да, очень много рекомендаций о том, как стоит писать код, ну, более лаконично. Ну, не то, чтобы, может быть, правильно, да, но будет, наверное, лаконично. Что вы думаете по поводу PEP? Это, наверное, один из тех инструментов, который вообще дал возможность Python так быстро развиваться. Надо же было как-то договариваться. И PEP по факту, ну, это да, это не столько свод правил, это сколько свод рекомендаций, которые бы в идеале использовать. И вот при помощи вот этих вот PEP-ов, ну, там, порядковые номера их там, я не знаю, сколько уже. То есть их много, их нереально все прочесть, насколько? Ну, есть и смысл, то есть чаще всего, когда ты открываешь PEP 1124, в нем такая, как это, email thread очень-очень-очень длинный, где все пинаются и пытаются доказать, надо нам это или нет. То есть под каждым PEP-ом есть всегда вот этот вот маленький такой форум, где люди, core Python-девелоперы, пытаются договориться, надо нам это или нет. И надо ли нам это в этом виде, как бы в том... Это кажется сложно. Ну, это кажется сложно, но на самом деле это способ договориться, куда поедет язык дальше. Например, в Плюсах из-за этого, как я поймаю, очень много проблем, что он очень медленно двигается, развивается. Поэтому, собственно, тот же раз ты появился, как попытка заменить плюсы именно тем, что очень быстро будем договариваться и выводить какие-то новые фичи в язык. И вот PEP это больше не столько про как бы правила языка, именно это скорее инструмент договориться, какие правила будут внутри. То есть это не то, что там как бы заповеди, как в Библии, а это попытка договориться, что будет именно вот это в Пайтоне. Это не будет. То есть это очень крутая штука изначально, как бы придуманная тоже, наверное, Гвиду Ван Росум, я вот не помню. То есть как договариваться. Тем более, что интернет тогда был не такой, как сейчас. И сидеть в мессенджерах, пинаться или по скайпу не было возможности. Я помню, какой он был. Ну, не в то, конечно, время. Почта. И пинались через почту. И вот PEP позволял как бы. То есть PEP там 120, и все знают, о чем это письмо, трат с этим письмами, о чем мы пинаем. Тебе помогает по жизни PEP? Помогает. Но первый мой проект, куда я пришла, я в принципе ничего не про какие стандарты программирования не знала. Ну, потому что у меня теоретическая база, наверное, по Пайтону просто не было какой-то очень глубокой. Я все синяки свои набивала на практике. Да, впилила бесконечный цикл Wild Room на сервере, и у нас все грохнуло. Все вот это было замечательно. Но у меня был коллега, с которым мы впоследствии очень хорошо сдружились, который мне с первого моего рабочего дня пинал, что надо писать по PEP, надо писать по стандартам хотя бы чуть-чуть. Впиливая свои стандарты, как-то выравнивая свой код, делая его читабельным. И впоследствии я сейчас вижу, что это просто помогает, если не углубляться в это прям до каких-то гипермелких деталей. То есть, если не заниматься вот этим перфекционистическим подстраиванием у меня под стандарт, это же не гос, да и мы не на предприятии. Но, в принципе, жизнь это хорошо улучшает, когда код выглядит визуально читабельным, просто, понятно, но ты понимаешь, что происходит. Саша, ты тот человек, который знает PHP. PHP это тоже про веб-разработку. Да. Вот понимаешь, вот питонщики, они четко поняли, что вот Python доминирует в веб-разработке. Они очень часто так и говорят, типа, без Python в веб-разработки существовать не будет. PHP-шники, если с ними поговорить, они тоже говорят, что типа, в текущем виде веб-разработка это PHP и фреймворки. Почему Python удалось, давай так, не переплюнуть, но точно составить конкуренцию PHP? Скорость принимается как ответ. Я понимаю, ты упоминал то, что сумели договориться по фреймворкам. Да. Но все же что-то же еще есть. Ну, основное, опять же, будем делать упор, наверное, на синтаксис, на читабельность. Опять же, тот же PEP8 заставляет как-то определенным образом писать. И, возвращаясь к той мысли, что я говорю, мы пишем один раз, а читаем его сто раз. И, например, у PHP есть точно такая же проблема, как у JavaScript. Сейчас уже, да, появляются линдеры, которые чистят код за тебя, но все равно многие просто их не включают и не пользуются. И, соответственно, код может выглядеть у каждого разработчика по-своему. В Python так чаще всего не прокатывает. То есть, если команда адекватная, то она не пропустит кривой код. А в PHP, ну, во всяком случае, в моем время как бы не было проблем. Опять же, я вижу код, который пишут там ребята из Средней Азии на PHP, на JavaScript, я за голову хватаюсь. Потому что, видимо, нету стандартов, нету линдеров, как бы. И вот это очень сильно влияет. Потому что скобочки, они тебе прощают все. Скобочки, точки с запятой. Ты поставил, завелось класс. В Python скобочек нету, точек с запятыми нету. И ты, хочешь не хочешь, априори будешь писать более-менее красиво и читабельно. То есть, поэтому, наверное, вот Python в этом плане, мне кажется, куда сильнее, чем тот же PHP. Если говорить, ну, скорость понятна. Почему он еще доминирует? Потому что Python, это, опять же, не только про веб-разработку. И когда у тебя на уровне операционной системы основной язык как бы Python. То есть, и на нем написано очень много уже на уровне операционной системы. То это много упрощает. Тебе ничего не надо дополнительно там доставлять. Понятно, там сейчас докер, вот это вот все появилось. Но, мне кажется, когда из коробки все работает сразу на уровне операционной системы, это куда интереснее лучше. Плюс, насколько я знаю, у PHP есть определенная проблема, как это, с фрагментацией версии. То есть, что-то еще на четвертом работает. Они уже седьмую, восьмую выпустили у кого-то на пятую, у кого-то на шестой. Они где-то несовместимы. То есть, скажем так, быстрая гонка в попытке напихать в язык новые фичи, как бы, дала о себе знать. Поэтому в этом плане он чуть-чуть более осмысленно развивался. Опять же, тот же PEP не позволял как-то сильно туда напихать, нагадить. Наверное, сама личность Гвида Ван Россума до определенного момента, ну, он сам не давал как-то тоже некрасиво это делать. То есть, это как вот, если говорить, у Apple в определенный момент, там, я не знаю, Джонатан Айв был, который говорил, что вот дизайн будет такой, там, я не знаю, Стив Джобс говорил, что оно в принципе так будет. И здесь примерно так же Гвида Ван Россум, как бы, был такой личностью, который вот держал как-то в ежовых рукавицах. Про PHP я такого не слышал. Очень много разного кода, а бы как написанного, с Пайтона, вот честно, я не видел такого. Опять же, наверное, сам по себе синтаксис не позволит так написать. Да, где-то он заведется, но, возможно, неправильно будет работать. По PHP, если ты кое-как скобочки вроде расставил, он заведется, будет работать, ну, как, непонятно. Ну, как есть. Субъективно, опять же, мне не нравится сам подход, как бы, к многим вещам в PHP. То есть, нету стандартизации, там, грубо говоря, в каких-то функциях ты слева направо впихиваешь параметры. Есть очень похожая функция, но там перемешаны они параметры. Это, опять же, говорит о том, что разные группы разработчиков носили разные фичи по-разному, как бы, в язык. И он вот такой вот фрагментированный, поломанный, каждый со своими правилами. Это вот, как я смотрел там у ребят подкастик, они говорили, в Амазоне у разработчиков внутри тоже так, у каждой команды свой фреймворк. А здесь, как бы, в PHP мне, ну, это такое, складывается впечатление, что каждый тоже, каждая команда, каждый кусочек писала, ну, как получалось, наверное, иногда даже. В Пайтоне все-таки вот эта централизация, она помогла, как бы, избежать, наверное, вот этих вот проблем с языками. То есть, ну, JavaScript, у него примерно такие же проблемы, как и в PHP, потому что каждый там уважающий себя, там, Microsoft свой движок, WebKit свой движок, там, Safari третий движок. Внутри немножко по-разному это работает. Каждый уважающий себя разработчик писал свой фреймворк тоже по-разному. То есть, а Python, наверное, спасла вот эту централизацию некоторую. Денис, почему так удобен Django для веб-разработки? Django дает очень быстрый старт. То есть, в целом, сейчас очень много проектов как раз-таки переписываются на другие фреймворки, такие как FastAPI или IoTTP, да, где-то Flasko есть, да, может, в меньшей степени. Но сам по себе Django это такой пока что большой кит, который, можно сказать, заменяет очень много в разработке и дает очень быстрый старт, да. То есть, там есть возможность работы с админ панелью, там есть возможность работы с аутификацией, с авторизацией. Там возможность работы быстрая есть с API, да, тоже через Django Rast Framework. То есть, это очень быстрый старт и очень много возможностей. Сразу в коробке. Оль, ты мне скажи, пожалуйста, у тебя же с Django тоже в любом случае есть опыт работы. Твое личное впечатление, то есть, у Django происходит какая-то эволюция жанра, как у Python? То есть, там выходят какие-то новые версии обновления, то есть, расширяется стэк возможностей по Django? Надеюсь, я что-то слышала, что асинхронщину впихнули все-таки на Django. Ну, пока сама не трогала. Ну, что-то такое слышала. Вроде интересно. А так, то, что из коробки очень много, очень хорошо, прям очень удобно с этим всем манипулировать, потому что, ну, та же самая аутентификация, это две-три строчки, и все готово. Вместо того, чтобы сидеть, разбираться, куда там хэш, куда там пользовательское имя, что-то, куда двигать. Теперь будет жизненный вопрос. У вас у всех есть студенты. Какие темы самые сложные для изучения студентами? Темы, ну, вот, наверное, первый раз у них так мир ломается на циклах, потому что непонятно, как это все по несколько раз перебирать разными вариантами. Второй раз они ломаются на ООП ближе к концу, там, где итераторы, генераторы и все прочее, потому что там мешанина из терминов, и чуть-чуть сложновато плавают, но пытаются ориентироваться. А что из ООП им сложнее всего дается? Итератор с генераторами, ваше счастье. Что еще? Я бы не сказала, наверное, что темы бывают какими-то гиперсложными, если стараться в них разбираться. Насколько я вижу из практики с обучением, что медленнее получается у студентов, которые заранее вешают на себя ярлык. Ну, то есть я вот гуманитарий, мне с этой математикой сложно, у меня ничего не получается, мне надо больше времени. А те, которые подходят к делу без ярлыков, типа, ну, пришел в новую сферу, надо с этим как-то разбираться. Ну, пожалуйста, у них все достаточно быстро заходит. Как двигается? Саша, у тебя какие темы? Асинхронщен почти невозможно объяснить, как это работает. То есть большинство-то Python разработчиков до конца не понимает, как оно там внутри варится. А студентам донести, ну, понятно, что пытаемся, как-то там руками машем, на доске рисуем, что-то там, какие-то аналогии жизни. Тяжело всегда ложиться, потому что осознать обычный Python, как оно там по очереди идет, ну, это непросто, особенно когда есть циклы. А когда у тебя вроде циклы, вроде как бы функции есть, а там внутри еще что-то как-то крутится, как-то само рандомно вызывается, это ломает мир вдвойне просто. И собрать его назад очень сложно. Что-то там есть с базами данных, очень много как бы всяких приколов. Почему вот эти связи мы делаем так, а не так, как бы, ну, вот такие моменты объяснять тоже тяжело. Почему тут один ко многим, а не один к одному, или многие ко многим, то есть, и просто говорит, ну, вы же приходите в магазин, как бы, вот подумайте, что вы там делаете. То есть у вас магазин, у вас чек, там в чеке много товаров, да? Да, много. Вроде говоришь, вроде понимают, да, в чеке много товаров, то есть один чек, много товаров. А на практике делают, ну, как получилось, то есть как написалось даже без понимания того, что написать. Ну, такие моменты ломают. Я бы сказал так, у меня на практике почему-то получается так, что в целом все, наверное, основы, весь интексис, все понимают довольно-таки хорошо и неплохо. Ну, может, не говорят просто, да, но понимают вроде хорошо, да, но когда приходит время и нужно трогать уже серьезные темы, такие как фреймворки, да, особенно джанго, то там уже начинает ломаться мозг. Особенно, когда говоришь, что есть MTV паттерн, да, есть модели, есть шаблоны, есть вьюшки, не могут люди их как-то все вместе сопоставить. То есть не понимают после того, как есть просто функция, которая вызывается и что-то делает, зачем нужна модель, зачем нужен шаблон, зачем нужна функция представления. И вот это вот у них очень сложно в голове складывается, ну, опять же, на первых занятиях. Потом уже, наверное, через недельки-две, может, через месяц, когда начинает по технику в голове все складываться, тогда уже начинается что-то решаться. У меня многие как стопрятся на моменте с тем, когда вот файлик питонский, где мы пишем основной рабочий код, становится не один, а их становится много. Когда мы погружаем Django, и она из коробки сразу генерирует много файлов, почему здесь есть urls.py и там есть urls.py, хотя они лежат в разных частях проекта, это два разных файла. Почему? Помимо всего того, что вы перечислили, мы еще проходим микросервисную архитектуру и докер. Зачем это нам? Ну, это стандарт как бы индустрии, независимо от языка, поэтому, ну, как и git, так и докер, это в любом случае придется разобраться рано или поздно. Да, если вы там на плюсах пишите драйвера для контроллеров, вам докер не нужен. А во всех остальных случаях, когда там пишите на Java, вы все равно рано или поздно запихнете это в докер. Пишите на Ruby, пишите на PHP, backend на JavaScript, все равно в конечном счете это запихивается все в докер и запускается. Ну, в большинстве своем проекты сейчас именно так запускаются, независимо от технологий. Поэтому приходится немножко как-то ломать голову, страдать и заниматься этим. Правда ли то, что Python классно дружит с Linux и macOS, но вот с Windows там есть вопросы? Ну, на самом деле, сколько я писал на разных, опять же, операционных системах, я таких глобальных вопросов, наверное, не заметил. В принципе, он дружит со всеми операционными системами, он кроссплатформенный. В целом, наверное, глобальных проблем в работе где-то я не замечал. Ставим SciPy и кроме как Linux, вы его нигде не заставите работать нормально. То есть, есть определенные вещи, которые просто физически на винде не запустятся, на Mac, возможно, запустится, но со скрипом. А Linux все-таки стандарт в этом плане, да? Он по большей части все изначально под Linux как бы затачивается, потому что 80% серверов на этой планете на Linux, как ни крути. И, соответственно, проще сразу туда завернуть, а потом уже по остаточному принципу получится на Mac запустить класс, на винде еще лучше. Там, если говорить, есть тот же Celery для Django или вообще в целом для Python, а его аналог, например, Django RQ, он такой более легковесный, простой. Я ее студентам показывал, а потом оказывается, что он ни на Mac, ни на винде не запускается. Просто под капотом есть библиотека, которая только под Linux работает нормально. Оль, такой вопрос. В качестве среды разработки ты в чем? По чарму? Вообще аналоги есть какие-то? Кто-то пишет в Юпитер ноутбуке. Юпитер это скорее про Data Science, про учебные какие-то вещи. Ну, когда надо визуально красиво разложить. Ну, я знаю, некоторые пишут в ESCode, но я просто через не могу, через не хочу пытался несколько раз туда зайти, попытаться посмотреть. Я поймаю, он просто не готов к ESCode. То есть он не может тягаться с PyCharm, ну, в принципе. Потому что PyCharm, ну, если так копнуть глубже, это же не просто PyCharm. Это изначально IntelliJ IDEA для Java, потом из нее слепили Android Studio, PyCharm, PHP Storm, там, веб-чего-то там еще для Java истов. И сложно таскаться с такой мега-корпорацией, даже Microsoft. Как JetBrains. Ну да. PyCharm, в принципе, достаточно удобно в том плане, что хочешь базу данных подключить, пожалуйста, подключай. Не нужен никакой дополнительный софт отдельный, сразу в той же среде разработки смотришь. Нужен гид, пожалуйста, вот я сразу консоль. Нужна обычная питоцкая консоль, она тоже есть. Нужна какая-то визуализация связи каких-то, она тоже есть. Очень много встроенных штук, которыми можно пользоваться. Если с этим разобраться, как-то поиграться именно не только с языком, но и со средой разработки, то упрощает жизнь. Да еще все очень, в принципе, просто в даже визуальной разобраться очень можно быстро. То есть все нативно. То есть, в принципе, заходишь в панель навигации, настройки, смотришь, настраиваешь окружение, и все очень быстро работает. И запускается все быстро, да? Все очень быстро запускается. И все под рукой. То есть, опять же, как уже сказали, тот же гид, та же база данных, все очень быстро поднимается, и все визуально перед глазами. Раз ты начал, соответственно, тебе вопрос. Правда ли то, что по этому действительно очень простое усвоение? Я думаю, это правда на 100%. Но, опять же, есть в питоне простые темы, которые мы с вами, думаю, уже сегодня обсудили. Даже, думаю, самое начало, да? Которое все сталкиваются с те же самые простые ифы, обычные циклы. Циклы, опять же, не знаю, что это такое прям сильно сложное. Наверное, на первых этапах это просто. Потом, может, где-то становится посложнее, когда уже такая сложность увеличивается. Да, но есть и в питоне, опять же, сложные темы, которым дается очень сложно. Опять же, те же декораторы, те же итераторы, генераторы. То есть, ну, опять же, если заглянуть под капот, разобраться, как это все работает, то разобраться можно в чем угодно. И в этом нет никаких проблем. Простое он в освоении? Не очень просто было. Ну, буквально на то, чтобы именно синтаксис питонский освоить. Ну, это где-то неделя, если ты так прям сидишь за этим. Я просто знаю, что даже вот есть вот эти вот штуки, когда типа Python для детей, деток даже учат. То есть, неужели настолько просто все? Синтаксис, да, понять просто, как пользоваться потом всеми этими инструментами. То есть, есть какие-то шаблоны, которые встроены прямо в язык. Это те же декораторы и итераторы. Им надо просто научиться пользоваться, привыкнуть к какой-то специфике, научиться ее применять на практике. А с синтаксисом никаких проблем не возникает обычно. А если есть еще английский язык? То вообще красота. То есть, обычно это небольшой такой барьер, такой стеклянный. Ты вроде понимаешь, что делать, но из-за непонимания слов, которые там написаны, тяжело может заходить. Ну, в целом, да. Наверное, зная английский, ты пишешь как практически на нативном человеческом языке. Ребят, такой вопрос. Спрос на него также будет дальше сохраняться, как сейчас. Любом будет даже еще больше. Потому что, ну, мы с вами обозначили сферу применения уйма. Хочешь там, хочешь здесь. Специалистов до сих пор не хватает опытных. Опытных. Да, но опытными надо становиться. То есть, мы с чего-то должны начинать. То есть, здесь у меня конкретно такой вопрос. То есть, вообще, стоит ли в него входить? То есть, стоит ли его брать как язык программирования, в принципе? Будет ли он расти? Я вот прям не берусь говорить. Но то, что он будет доминировать, и, скажем так, отрыв у него будет увеличиваться от той же Java, от того же JavaScript'а на бэкэнде, мне кажется, он будет. То есть, он будет съедать чуть большую часть рынка. Возможно, тот же Go придет немножко со стороны, отъест что-то, как бы. Но в целом он будет в такой более доминирующей позиции в ближайшем, я думаю, 10-15 лет. То есть, технологии не меняются за 1-2 года. То есть, во всяком случае, ну, именно на бэкэнде это так более-менее все устоявшееся. Потому что, возвращаясь к тому же Rust'у, его 8 лет, по-моему, пытались завести, как бы, выпустить релизную версию. А сейчас выпустили, я думаю, он очень быстро начнет расти. Если получит, конечно, у маркетологов там, или кто вообще продвижает езды. Ну, же кто-то тогда такую ставку на год тоже самое делал. Ну, как-то вот выстрелил, и все. И все, да. Ну, опять же, Go будет отъедать какой-то кусочек рынка, но, как по мне, не совсем понятно, чем он лучше того же Пайтона. Я смотрел в Go, я не понимаю. Ну, это и не Rust, то есть, он и не быстрый, и не, как бы, такой лаконичный, как Пайтон. То есть, это что-то такое, средняя попытка сделать что-то быстрее Пайтона. Но за счет этого приходится жертвовать чем-то другим. То есть, ну, невозможно как-то там быстро, дешево и хорошо сделать. То есть, или быстро, дешево, или хорошо, но дорого. То есть, и тут все равно придется чем-то жертвовать. Но в целом, Пайтон, он будет нишу свою держать. Тем более, что это такой уже почти стандартный системный язык для Linux систем. А они хоть по чуть-чуть, но растут. Денис, по каким-то зарплатным ожиданиям, то есть, если брать стандартные, то есть, новички, середнячки, сеньоры, то есть, что могут предлагать вообще на рынке? Ну, на самом деле, рынок сейчас вообще любых разработчиков, он довольно-таки обширный, наверное, по мне так, да. То есть, в целом, опять же, есть рынок, если брать аутсорс, да, это одни зарплаты, да. Если брать какой-нибудь российский рынок, да, наш какой-нибудь рынок, да, это, опять же, немножко другие зарплаты, да. Ну, сейчас, ну, не знаю, в данный момент по цифрам, если так ориентироваться, ну, наверное, для джунов, да, это где-нибудь такая цифра от 500 до 1000 долларов, наверное. Сходимся. Получается так. Да. Ну, есть отдельные кейсы, например, я не буду, наверное, называть компанию, но вот очень много слышала от знакомых, которые пытались устраиваться, что пытаются набирать джунов за 150 долларов, за 200, потом продают их американцу на проекты как сеньоров, они, то есть, им накручивают как будто бы 5 уже существующих проектов, и такая ситуация. Ну, это вот единичные случаи буквально, да. А так, в целом, от 500, я думаю, нормально, и вот на последней онсорс-компании, где я работала, по джуновам это было где-то около 1000. Ну, джуны тоже разные, но в целом, да, порог входа где-то такой. Если это российские проекты, возможно, за счет каких-то курсовых разниц что-то будет отличаться, но в целом, да, классические по 500. Медлы. Ну, опять же, рынок обширен, и все зависит от того, какой мидл, да, какого уровня мидл, да, опять же, везде разные категории этих мидлов, да, допустим, опять же, в Америке ты мидлы, когда знаешь одно, у нас ты мидлы, когда знаешь другое, да. А, возможно, ты вообще ничего не знаешь, но ты специалист какой-то одной технологии, и ты тоже мидл, да, то есть тут тоже очень много разных критериев. Ну, по мне так мидлы, опять же, это где-то от 1000 до 2000, может, до 2500. Находимся в этом диапазоне? По моим последним, опять же, работам это где-то 1500, 1700, это вот стартовое такое что-то, с чего мидл начинают. Саш, окей? Ну, раньше было больше, но сейчас, я думаю, где-то так. Сопоставимо. Давайте с сеньорами уже тогда закончим. Саш, что там у сеньоров? Ну, я же не плачу зарплату, мне сложно говорить. Я понимаю, но вообще, то есть… Ну, скажем так, раньше были другие цифры, то есть там 2500, это уже там, как бы, и то ты на себя тянешь одеяло, много, как бы, обязанностей, если тебя там Тим Ледовым ставят, ты там чуть ли не на телефоне 24 на 7, но там сразу можно тогда еще, еще, еще просить. Вопрос, как бы, насколько ты активный сеньор и насколько ты хочешь много зарабатывать. Там, скажем так, работает другое правило, там тебе надо ходить ногами и самому выбивать эти деньги. То есть, если на первых стадиях тебе там предлагают, ну, давай вот накинем 300, потому что ты там хорошо работал, изучил технологию, а там уже такая тема не работает, там надо самому. Выгрызать, да, иначе ты будешь вот сидеть, тебе будут платить твою зарплату годами и все будет ровно. Скорее всего, вот какой-то такой стеклянный потолок, ты упрешься, там, 2,5-3, а дальше все уже зубами грызть. Что скажете, ребята? Думаю, так и есть, то есть, на самом деле нет потолка, да, какого-то, да, опять же, все зависит от проекта, от команды, но выгрызать-то будешь. Так и есть. Тоже согласна, и опять же, есть мнение, что сеньор это где-то примерно как митл, только с большей степенью влияния в компании, когда ты ходишь, реально сам подпинываешь разработчиков других, потому что нужно закрывать какие-то задачи, и больше, более тесно, наверное, как-то общаешься с теми, кто распределяет деньги, поэтому так. Ребят, к вам выйдет такой последний вопрос. У вас, наверняка, большое количество людей в вашем сообществе, с кем вы общаетесь. Есть люди, которые также задают вопрос, типа, вот хочу войти-войти, неважно, какая сейчас ситуация и так далее, вот просто хочу войти. Наверняка у меня есть такое предположение, что, конечно, вы, учитывая там какие-то особенности человека, посоветуйте Python, чтобы его выучить в 23-м году, потому что вы сами с ним работаете, вы понимаете, все за и против. Я задам вопрос, почему в 23-м году стоит изучать Python популярный? Просто хайпово, потому что, да, то есть... Ну, хайпово не потому, что вот просто так получилось, да, а потому что много проделано работы, чтобы стать хайповым языком. И, наверное, вот эта вот проделанная работа дает тебе возможность зайти в более-менее какое-то адекватное сообщество, найти много документации, какие-то там мейнстримные технологии. То есть, опять же, можно зайти, написать Python фреймворк, и, скорее всего, ты попадешь на Django и пойдешь спокойно. А написать PHP фреймворк, он тебе выдаст как бы ворох этих фреймворков, и что там делать уже не совсем понятно. Джава как бы, опять же, если спрашивать Google, Джава будет дальше по списку. Сначала пойдет Python, потому что они, как я понимаю, тоже там смотрят разные эти индексы, те обе, тут там еще какой-то есть, people, ну и так далее. И как-то ранжируется по такому образу. Скорее всего, опять же, если не писать Python, а просто там программирование, хочу войти, то, скорее всего, на Python попадешь. На Python точно попадешь. Потому что так работает интернет, а интернет, ну, тоже не то, что плохого не подскажет. Но законодатель в определенной сфере. Ну, в Python большое комьюнити. То есть, если вдруг ты где-то упрешься в стену, у тебя всегда есть место, где ты можешь попросить помощь. Чубаки, помогите, да? Да, и тебе с большой долей вероятности, тебе помогут. То есть, может быть, не сразу, но помогут. Ну, или ты сам найдешь решение своего вопроса, покопавшись немножко в документации. Потому что документация в Python для любого фреймворка, для любой библиотеки очень хорошо написана. Оль, будешь советовать в Python? Ну, я и советую, когда меня спрашивают, в общем-то. Но тут, скорее, просто, опять же, исходя из особенностей человека, который это спрашивает. Потому что, по большей части, я понимаю, что вот разработка, наверное, будет сложна. Возможно, как-то тестирование. Но, опять же, есть автоматизированные тестирования на Python. Потому что в большой комьюнити, если есть какие-то вопросы, ответы ищутся максимально быстро. Это буквально первые две ссылки со Stack Overflow. Если мы говорим про ситуацию где-то год назад, если сейчас, то это чат GPT, с которым вообще никаких вопросов нет. То есть, по крайней мере, не написать за тебя решение, а попросить просто объяснение того, как это должно бы работать. Иногда это оказывается очень полезно и быстро. Реально упрощает жизнь в этом плане. Приятно вкатываться именно в Python. Ну, лично мне было, я могу советовать только свои ощущения своим знакомым. Так что такая вот история. У меня не было никаких именно затруднений ни с синтаксисом, ни с какими-то дополнительными технологиями. Типа там, интеграция с базами данных в Python. Или там, скрутка нового фреймворка какого-нибудь в Python. Потому что это все как-то так легко и приятно делается, что хочется с этим как-то дальше продолжать работать. Ну и замечательно, значит и будем. Спасибо большое. Спасибо, Денис, Саша. Наслушался от души. Ты упомянул, что там есть какая-то еще одна интересная тема, но это потом. Ну, наша задача остается простой, будем учить Python. Вы будете помогать нам изучать Python. Мы будем дальше нести Python массы. Спасибо. Что ж, ребят, я надеюсь, что вам понравился сегодняшний подкаст. Вы для себя разложили в голове по полочкам. Что же за язык программирования Python? Собственно, ссылка на наш курс будет находиться внизу. И помните, мы еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok